МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 18 часов музей ядерного оружия приглашает на вечер, посвященный 70-летию со дня испытания первого советского ядерного заряда РДС-1. На вечере состоится премьерный показ документального фильма Михаила Полонина «Бомба, которая спасла страну». Часть съемок проходила в Сарове при участии экспертов РФАЦ ФНЕФ. При создании фильма также использовались кадры отечественной и зарубежной документалистики 1945-2000 годов, натурные съемки в Ницкорчатовский институт и ПО «Маяк». Лектор и ведущий вечера – один из основателей и первый директор Музея ядерного оружия РФАЦ НЕФ Виктор Иванович Лукьянов. Вероприятие рассчитано на лиц старше 12 лет. Телефоны для справок 212-81, 215-51, 254-23. Место, где рождается праздник. Центр культуры и досуга в НЕФ уже не один десяток лет ведет активную творческую деятельность. Именно здесь проводятся отчетные и праздничные концерты, юбилейные тематические и творческие вечера, фестивали, смотры и конкурсы, детские музыкальные представления. Об успехах коллективов на и планах на будущее – наш следующий репортаж. Все учреждения культуры города уже выходят из отпусков и готовятся к новому творческому сезону. Но в Центре культуры и досуга РФАЦ ВНЕФ работа не прекращалась ни на день. Даже летом здесь активно проводят репетиции более 20 коллективов художественной самодеятельности. И только за первое полугодие 2019 года было организовано и проведено более 300 различных мероприятий. Традиционно Центр культуры и досуга РФАЦ становится площадкой для проведения различных научно-технических мероприятий, семинаров, конференций, на которые съезжаются молодые ученые, ведущие специалисты со всей страны и даже мира. Торжественных вечеров, посвященных юбилеям, праздничным и памятным датам. Мы готовим и торжественные собрания, и праздничные концерты. На многих вечерах у нас бывают и танцевально-развлекательные программы для наших посетителей. И, словом, коллектив, конечно, старается сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы любая заявка, любая просьба и Российского федерального ядерного центра, и тех организаций и учреждений, которые к нам обращаются, то есть мы могли под ключ выполнить хорошо. Большую работу проводят и для юного поколения. Каждую зиму на сцене ДК «Авангард» для маленьких жителей нашего города показывают новогодние спектакли, организуют праздники для детей-сирот. Благодаря театральному коллективу «Люкс» имени Бориса Созина малыши в этом году уже видели музыкальные спектакли «Дюймовочка», «Летучий корабль», «Волшебник изумрудного города». Фрагмент этого спектакля коллектив даже представил на конкурс. Театральный коллектив «Люкс» Бориса Созина принимал участие в пятом областном фестивале конкурса детских и молодежных самодеятельных театральных коллективов «Сказочный Туисок» в рамках года театра в России стал обладателем Гран-при. Без хореографического коллектива «Гелла» под руководством Инны Нуждиной не проходит практически ни один торжественный вечер. В сентябре 2018 года Министерство культуры Российской Федерации присвоило хореографическому коллективу отдела культуры РФИАС ВНИЭФ звание народной. Шли мы долго к этому званию, развивались, старались, занимались. Мы все очень счастливы, очень гордимся. И на самом деле для людей это важно, потому что это труд, большую часть жизни они оставляют в этом зале. В этом году коллектив уже принял участие в десятках различных городских мероприятий, провел свой большой сольный концерт «Его Величество танец» и успел покорить хореографические олимпы. Первые полугодия этого 2019 года отмечено участием народного хореографического коллектива «ГЕЛА» в шестом открытом фестивале детского и юношеского творчества «Мы дети, твои, Россия», который проходил в городе Москве. Он проходил в киноконцертном зале «Космос». Наши участники хореографического коллектива стали в Москве, стали лауреатом первой степени в номинации «Народный танец», «Современный танец» и «Современный танец соло». Гордятся в Центре культуры и досуг Арфео Цвнеев и своими вокалистами. В конце июля солистка вокального коллектива эстрадной песни «Апрель» Елена Барышева стала лауреатом третьей степени на 10-м международном конкурсе фестиваля православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Конкурс, конечно, такой специфический, потому что он все-таки особой такой направленности, православно-патриотический, и туда приезжают особенные люди, так скажем. И не знаю, почему-то мне вот каждый год хотелось там побывать. Ну, там особая атмосфера, конечно, всегда царит. Кроме того, в этом году Елена стала лауреатом первой степени в конкурсе «Арт-культ», а в конкурсе солистов «Звездопад» забрала гран-при. Но это только малая часть побед солистов коллективов отдела культуры Рафео Цвнеев. Солистка вокального коллектива «Дива» Ольга Шема приняла участие во всероссийском конкурсе странной джазовой музыки «Нижегородский блюз», стала лауреатом третьей степени. Лауреатом первой степени стал наш хор русской песни, который принимал участие во всероссийском фестивале, посвященном 90-летию Людмилы Зыкиной «Вишневая метель». Далеко за пределами города известен и народный коллектив «Камерный хор» «Голоса Сарова». В июне этого года коллектив поразил саровчан своим исполнением на фестивале колокольных звонов и православных песнопений. А совсем недавно хор вернулся с международного фестиваля. В августе месяце у нас народный коллектив «Камерный хор» «Голоса Сарова» выезжал в Санкт-Петербург. Там проходил 17-й международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир». Они выезжают у нас тоже часто на различные фестивали. Очень успешно. К каждому мероприятию сотрудники отдела культуры социальной сферы и участники вокальных и хореографических коллективов подходят с большой ответственностью. Готовят уникальные концертные программы, на протяжении нескольких недель репетируют номера, придумывают новые образы и костюмы. В каждое выступление вкладывают частичку души. Вы знаете, о некоторых наших участниках, о некоторых коллективах можно просто сказать, что это самотверженные совершенно люди, бескорыстно. А некоторые много лет вот служат творчеству. Вы знаете, к нам человек приходит, он хочет заниматься вокалом там или хочет заниматься хореографией. Занимаясь хореографией, у нас они занимаются бесплатно. Но потом начинается вот этот огромный план вот с огромными мероприятиями и большим количеством концертов. И наши коллективы должны постоянно находиться в форме, постоянно держать свой основной репертуар, постоянно готовить что-то новое. Это, в общем-то, большой тяжелый труд. Марина Павлова признается, что без поддержки было бы трудно. Большую помощь оказывает директор ядерного центра Валентин Ефимович Костюков, начальник департамента социальной политики Ирина Старостина, председатель профсоюзного комитета Иван Никитин и заместитель директора по персоналу Юрий Якимов. Одним бы нам, конечно, было трудно, если бы с нами рядом не помогали, не поддерживали нас и Российский федеральный ядерный центр, к которому мы относимся, и наш профсоюзный комитет. Впереди у сотрудников Центра культуры и досуга РФИАЦ в НЕФ много работы. Уже на следующей неделе им предстоит провести мероприятие, посвященное 70-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1. В сентябре отметить День работника атомной промышленности, а в октябре по традиции подготовить концертные и праздничные программы, приурочные ко Дню пожилого человека. И, конечно, всех жителей города ждут на спектакле и выступления иногородних артистов, а также большие сольные концерты коллективов Центра культуры и досуга РФИАЦ в НЕФ. Школьники из Сарова Максим Хлапов и Влада Ганькина приняли участие в 11-м международном детском творческом проекте госкорпорации «Росатом» «Нуклеар Китс-2019». Гастрольный тур детского мюзикла «В начале было слово» завершился показом в одном из известных театров Москвы ЭЦТРА 18 августа. Представления также успешно прошли в Санкт-Петербурге «Сосновом Бару» и венгерском «Дебрецене». В основе мюзикла произведения Владимира Железнякова «Чучело», рассказывающая историю детского конфликта на взрослые темы «Любовь», «Предательство», «Трусость» и другие. По словам режиссера проекта «Нуклеар Китс-2019» Владимира Карабанова, сюжет спектакля максимально приближен к современным условиям. Часть действия происходит сети интернет. Всего в «Нуклеар Китс-2019» приняли участие 80 детей сотрудников предприятий атомной отрасли России «Нуклеар Китс» реализуется с 2009 года. Ежегодно для участия в Оргкомитет поступает более тысячи заявок кандидатов. География проекта охватывает уже 15 стран и более 60 городов России и мира. Проект направлен на укрепление дружеских связей между детьми сотрудников предприятий атомной промышленности. Создание условий для реализации творчества талантливых детей. Развитие новых традиций культурного взаимодействия. Более 600 жителей нашего города, в том числе и сотрудники азерного центра в НЕФ, приняли участие в общегородском спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника. Подробности далее. День физкультурника в нашей стране отмечают с 1939 года. Праздник считают своим миллионы наших сограждан. Все те, кто любит спорт вне зависимости от профессии и возраста. Это праздник тех, кто работает в области физкультуры и спорта, тех, кто занимается спортом, ну и, конечно, просто тех, кто любит физкультуру и сорт. От имени руководителей и организаторов я поздравляю вас с этим замечательным спортивным праздником. Я, Геннадий Центр, сегодня социально ответственного предприятия, администрации и профсоюзных комитетов успешно выполняют за целый ряд социальных программ, в том числе развития физкультуры и спорта. И пользуясь случаем сегодня, я благодарю вас всех за участие в наших спортивных мероприятиях, за то, что вы отстаиваете честь города в НИЭФ и отрасли на соревнованиях различного уровня за пропаганду физкультуры и спорта и здорового образа жизни. Своим праздником День физкультурника считает и Максим Ткачев. На протяжении нескольких лет он в начале августа отправляется на стадион ИКАР, чтобы проверить свои возможности и установить личные спортивные рекорды. Уже с 79-го года, с 8 лет своей сознательной жизни занимаюсь физкультурой, и по этому День физкультурника мы уже который год проводим, который год участвуем. Третий год подряд задаю норму ГТО, в прошлом году золотой значок, то есть никаких вопросов. Готов к труду и обороне, как обычно. Даже моросящий дождь и холодный ветер не смогли испортить праздник. В мероприятии приняли участие более 600 жителей нашего города. Организаторы подготовили насыщенную программу, которую все участники стойко выдержали, несмотря на капризы погоды. Первое, это то, что это, конечно, выполнение нормативов ГТО, которые мы возрождаем и сегодня в честь 80-летия Дня физкультурника. Это первое, с чего мы начинаем свою программу. Далее у нас большое количество видов спорта, которые разведется по площадкам, куда входит, конечно же, большое и крупное мероприятие. Это по стритболу памяти Дрямова, где участвует команда ядерного центра. Это мероприятие по волейболу мужскому и женскому. Это городочный спорт, шашки и шахматы мы сегодня проводим. Начался праздник с торжественного парада и массовой разминки, которую провел мастер спорта международного класса по летнему палеотлону. После все участники разошлись по местам тестирования ГТО. Каждый мог попробовать свои силы в выполнении от 1 до 7 испытаний комплекса. Бег на 100 метров, прыжок в длину с места, тест на пресс, подтягивание, рывок гири 16 килограммов или отжимание, гибкость. Действительно, ГТО сейчас на пике, потому что каждый хочет попробовать свои силы и попробовать себя. И кто-то уже даже улучшает результат, повторяя свои успехи на определенных видах испытаний. Горожанам, которые настроились на спортивные рекорды, свои или вообще в целом городские рекорды, им не помеха дождь, они выполняют испытания, бегают, прыгают, отжимаются, подтягиваются. Не менее зрелищными стали площадки по армрестлингу и перетягиванию каната. Большое количество участников собрала и зона атомного воркаута. Это уже третий этап, который мы проводим в Сарове. С каждого этапа один победитель поедет в город Глазов на фестиваль Росатома. Владимир Кауров занимается спортом уже не один десяток лет. И День физкультурника для него просто хорошая возможность в очередной раз проверить себя. За первые полчаса праздника Владимир успел успешно сдать несколько нормативов комплекса, готов к труду и обороне. Сдал бег на 60 метров. В общем, результат положительный. Я ожидал, конечно, получше, но, в принципе, я вписался в норматив. Сдал подъем гири 16 килограмм. И на пресс сдал упражнения. Пока спорт привлекает. Нравится заниматься. Поддерживаю себя в форме. Значение физической культуры и спорта в жизни любого человека трудно переоценить. Спорт совершенствует не только тело, но и дух. Воспитывает мужество, упорство в достижении цели, закаляет волю, считает Владимир Кауров. Это очень правильно, потому что раньше было движение, это в последнее время немножко подзабытое, сейчас вот оно восстанавливается, готов к труду и обороне. Это здорово. Надо его поддерживать. Среди молодежи особенно, чтобы поменьше сидели дома, побольше были на улице, занимались спортом, вели здоровый образ жизни. Завершился праздник торжественной церемонии награждения. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.nev.ru и в эфире канал «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok